В Тюмени открыли специальное учреждение для пожилых людей с деменцией и болезнью Альцгеймера. Оно работает в формате дневного пребывания. Там за бабушками и дедушками не просто присматривают, но и заново учат бытовым навыкам. С подробностями Анастасия Ализаревич. Что это такое? Что это было? Человечек должен получиться. Извизу вышел зеленый, зеленый. Они шутят, как маленькие дети. Но у каждой второй за столом серьезный диагноз – деменция. Когда у людей проблемы с памятью, мышлением. Женщины годами молчат и не узнают своих близких. Поэтому занятие с войлоком не ради забавы. Это тренировка пальцев, а главное – головного мозга. К некоторым воспоминания возвращаются прямо на глазах. Я начальник общепита города Сибай. У меня в подчинении было 600 человек. 60 предприятий общественного питания. Этим утром своих пожилых родителей дети привели, как они сами говорят, в детский сад. Пока пенсионерки пристроены, родственники работают, зная, что о мамах позаботятся. Ведь находиться одним дома им тяжело. И зачастую просто опасно. А здесь и правда, как в детском саду. Закончили упражнение. Ножки вместе ставим. У бабушек зарядка, трехразовое питание, кружки, есть и сон-час. Уникальное заведение для пожилых с деменцией дневного формата открыли в Тюмени Евгении и Татьяне Чернышевы. За пенсионерами с умственными отклонениями не просто присматривают. Их заново учат полезным для самообслуживания навыкам. Аккуратно вода. Пойдем цветок поливать. Пойдем. Бабушке Настасии 92. И она заново учится поливать цветы. А тете Тамаре объясняют, как надо правильно вытирать пыль с мебели. Проще сказать. Так, посиди. Я сейчас быстро все сама сделаю. Это будет быстрее. Когда человека лишают его социальных ролей, он начинает декортировать. Что мы сегодня будем готовить? Салатик. Салатик. Хорошее дело. Тут они все делают сами, своими руками. Подопечным стараются меньше помогать, чтобы были более самостоятельные. В реабилитационную программу входят не только развивающие занятия, но и на восстановление бытовых навыков. Вот 15 минут работы, и бабушки дружно приготовили салат. Есть случаи, что люди говорить начали после того, как год-полтора молчали или мычали. Начинают говорить. То есть наша методика позволяет так воздействовать на головной мозг, что у человека возвращаются функции. Бери в ручку. Вот пуговка. Пуговка вот. Вот петелька. Застегивай. Как в настоящем детском саду, здесь для пожилых есть и время прогулок. Ведь кислород головному мозгу необходим. А вечером после полдника бабушек дети заберут домой, чтобы утром вновь привезти в сад. Анастасия Лизаревич, Андрей Харькин, Тюменская служба новостей.